Советы зрителя Советы зрителя Водная диета Вот она, смотрите Женщина советует нам водную диету Что ж это такое? Для меня сейчас это, знаете, большая, так сказать, загадка Итак, пенсионерка Наталья Ивановна Подгорная Из Краснодарского края много лет работает няней Весь день в движении на ногах Несколько лет назад ее вес был равен 90 килограммам Сейчас она весит около 80 И все это благодаря водной диете Я пью по 8 стаканов воды в день Наливаю из-под крана воду, кипячу, фильтрую И выпиваю маленькими глотками до еды А иногда вместо нее после 18 часов не ем Отказалась от сладкого Для кого-то 10 килограммов не результат, а для меня результат Комментирует Геннадий Петрович Малахов Послушай Человеку хочется есть, когда его желудок пуст Если заполнить его чем-нибудь, хотя бы водой Чувство голода пропадает Ну тут я должен сказать Я бы пятерочку поставил Смотрите, вот так называемая водная диета Ну так назвала ее пенсионерка На самом деле, действительно Оказывается, мы больше с вами насыщаемся Вот это чувство возникает из-за того, что у нас кровь стала насыщена питательными веществами Это сигнализирует о том, что мы наелись А больше желудок Вот этот вот желудок, значит, по мере того, как он растягивается Он, значит, сигнализирует, что он наполнен еще Интересно, вот наполнен Идут сигналы и все То есть переедание часто связано с тем, что мы растянув желудок Нам надо гораздо меньше Некоторые говорят, две ладошки съедать Ну пускай хотя бы две, ладно Другие говорят, вообще вот столько Вот одну ладошку там съедать Мы растягиваем этот желудок И получается следующее Пока мы его не заполним Да, каких-то таких проявлений того, что вот эти рецепторы желудка При растягивании сигнализируют о том, что желудок уже полон Коробочка полна, все, хватит Мы переедаем Что еще делают сейчас с людьми, у которых избыточный вес Им, значит, вставляют газовые баллоны туда Газовый баллон вставляют Накачивают его воздухом и, грубо говоря Он уже наполовину заполненный То есть вместо того Желудок это такой орган Мы его можем растянуть, сделать пивным А можем мы его путем уменьшения вот такой постепенной пищи Свести к норме К норме, нормальный желудок лежит Все там, не мешается Так вот, когда загостянутый у нас Нашими неправильными пищевыми привычками Желудок большой Значит, в него вставляют газовый баллон Накачивает он сразу половину, а то больше Заполняет собой И, как бы сказать, человек уже Уже он чувствует, что Вроде как у него что-то там есть Ему требуется меньше, гораздо пищи Либо же, что там они говорят Ушивает этот желудок Меньше там его Не знаю, как она сейчас называется То ли резекция желудка Не буду настаивать И говорить, что тут я прав Знаю, что есть еще и операция По ушиванию этого желудка Чтобы он меньше был И тут вот такой действительно Интересный прием Если вы не можете Контролирует чувство потребления еды То вы Выпиваете Допустим, там Стакан воды Перед едой Уже у вас чувство Тут имеется Хотя вода и быстро уходит Но тем не менее А потом начинаете там есть И в результате получается, что Ну там как раз 8 стаканов Желудок у вас полный И у вас, как бы сказать, чувство уже насыщения есть И тем самым вы не переедаете Хотя, хотя, хотя Вы можете все это сделать Безо всякого якого А именно Знаете, как можно поступать Возможно, там дальше и рассказываю Не обязательно водой заполнять Вот, выпивать воды Вы можете Просто-напросто съедать Как вот говорят Большую миску салата Это гораздо полезнее Потому что, когда вы будете жевать У вас Из той же капусты Будет выделяться вода Капустный салат Там, допустим С яблочком С морковкой Там еще там с чем-то С огурчиком Будет выделяться Та же вода Плюс еще Огромное количество Клетчатки Которая будет Идти И чистить Ваш Желудочно-кишечный тракт То есть Можно вот так поступать Я считаю Это намного лучше Так, Петрович Я тебе ставлю четверку За твой совет И это дает Хорошие Хорошие Значит Результаты Итак Салат Большая миска салата И дальше Вы ее съели Более-менее Насытились По крайней мере Салат Заполнил С собой Желудок Объем желудка И вам дальше Некуда Складывать Там Ну что там Пироги Там Мясо Картошку Или еще Что-то Что-то Вы любите Вот такая Хитрость Имеется И кстати Теперь Совет специалиста Совет специалиста Ну-ка посмотрите На специалиста Что же нам Советует Специалист Так Запреты Большого Спорта Кандидат Медицинских Наук Лали Бухбиндер Врач Теннисиста Марата Сафина Гимнасток Ирины Чащина И Лисян Утяшевый Это по-моему Художественная Гимнастика Там Стройность Легкость Должна быть По ее мнению Важно не только Быть На диете И вести Правильный Образ жизни Но и знать Когда именно Принимать Пищу В зависимости От биологически Активных Часов Ну что Совет На пять Плюсов Питаться Надо С учетом Активности Биологической Активности Органов Пищеварения Вот тогда Это будет Так сказать Высшая Математика Питания Вы будете Все это Попадать Тогда Когда у вас Активен Желудок Тогда Когда у вас Активен Там Допустим Кишечник Тогда Когда у вас Активны Будем говорить Органы Выделения И не путать Эти понятия И организм Будет действительно Работать Как часы Лишний вес Это В основном Стрессовая Константа Я бы не сказал Что это Стрессовая Константа Это Пустота В жизни Когда человек Не получает Каких-то Положительных Впечатлений От окружающих От окружающих Стрессовая Пищи От вкусов И вот тут Почему Такое Обилие Вкусов Это К тому же Это еще И потому Что Люди Недополучая Вот эти Положительные Впечатления Вот эти Вот Вот эту Радость От окружающего От разных Так сказать Чувств И обстоятельств Они ее Пытаются Решить Только Употреблением Пищи Ну это Мое мнение Так Лишний вес Это в основном Стрессовая Константа И мы Постоянно Живем В стрессах Переживаниях По любому Поводу Ну ладно Мы даже Этого Не замечаем И когда мы Принимаем пищу Чтобы снять Стресс Это приводит К нежелательному Результату Ожирению Ну есть Есть Да Человек Поволновался То есть Есть такая Проблема Как Опять таки Волнение Что такое Вообще Волнение Вот Мы с вами Разберем Разберем С вами Да Разберем С вами Что такое Волнение Волнение Это есть Перевозбуждение Жизненного Принципа Ветра Сухость И холод Вообще То есть у нас Волнуется энергетика Мы чувствуем Взволнованные Не в своей тарелке То есть От волнения У нас возникает В организме Некая Легкость Некоторая Неудовлетворенность И вот Как раз Прием Пищи Пища Это Тяжесть Мы тем Самым Вот это Волнение Значит Гасим У себя Причем Стараемся Употреблять Такую пищу Которая Вот Гасит Вибрации Это Как правило Сладкая Крахмалистая Пища Жидкая Пища Тоже Сладкая Кофе Чай Компот Пироженки Все это Знаете Все это Резко Гасит У нас Возбуждение И в том числе Возбуждение Ветра Только раз Мы чувствуем Тяжесть Это важно Тяжесть И покой И тут Мы с вами Расслабляемся И спим То есть Побегали Где-то там Не заплатили Эти самые Квитанции По газу По воде Или еще Или там Простояли В очередях Взволнованы Пришли И подкусали Да Мы поделили Людей На физически Здоровых Их тех Кого есть Определен Определенные Патологии Патологии Это страдания То есть Заболевания Патос Это страдания Видите А также На Жаворонковый сон Я вам По большому Секрету Скажу Нету Никаких Ни Жаворонков Ни сон Есть Биологические Ритмы Которые Дают нам Энергию Вот это Вот Солнышко Встает Мы Встаем И пошло Пошло А вот Это все Что-то Понадумали Это все Ерунда Все Это Не то И когда Вам будут Говорить Вот так Это просто Напросто И вы Еще Да я же Просто Напросто Вы сорвали Свои Собственные Биологические Ритмы И не Понимая И не Уникая Это Вы Поддерживаете Вот эту Ерунду Ересь Так Назваем Проводя Обследование Мы Подбираем Для разных Групп Людей Определенные Биологические Часы Ну Как Определенные Биологические Часы Когда Они Одни И Те же Когда У нас В соответствии С Биоритмами Работают Наши Органы Они Понимаете Человек Вообще Все живое На планете Земля Оно Зависит От поступления Энергетики И в основном Энергетикой Руководят В первую Очередь Это Солнце За счет Того Сменения Дня И ночи И луна За счет Воздействия Своей там Гравитации Все То есть На нас Вот эти Космические Ритмы Влияют Космические А не какие Либо там Иные Вот это все Знаете Я еще там Читаю Вот исследования Провели Что витамин Ду Что-то там Он делает Все-таки Он что-то там Делает Кто Эти исследования Проверил Кто делал Какие-то там Достоверенности Или еще Да просто Чтобы вам Больше продать И сделать Зависимым От Таблеток И И прочее Ну и тот У каждого Так Определенные Биологические Ритмы Все Вот на этом Уже Этот специалист Ну В моих глазах Он не специалист Биологические Ритмы У нас Одни и те же Ясно Да Я вам Объяснил Так Теперь У каждого спортсмена Своя диета Все Разработано Индивидуально Ну Это уже Другое дело Что у каждого Спортсмена Своя диета То есть Свое питание А мы уже знаем Или вы еще Не знаете Что У каждого Человека Своя Индивидуальная Конституция В зависимости От комбинации Вот этих Жизненных Принципов Желчи Слизи И ветра Нам И соответствующее Питание Хочется Хотим мы Того Или не хотим Почему у нас Еще и вкусы Разные Да потому что У нас Конституция Разная Одному Больше Грубо говоря Сладкого Другому Больше Соленого Третий Вообще Там Есть И не полнеет А четвертый Там От маковой Ростинки Десять килограмм Набирает Это все Особенности Индивидуальной Конституции Вот тут Я согласен Все разработано Индивидуально Ну Вот это Другое дело В зависимости Опять таки Индивидуальные Еще особенности Заключаются В том Я сижу Всю неделю Работаю Да Ну Какое мне тут Питание Ну какое питание Чтоб я там Не поправился Тут надо только Одни салатики Есть И немножечко Там Чего-то Такого Типа Типа Белка Там Творожка Немножечко Типа Там Яйца Чуть-чуть Кашки Будет нормально И совсем другой Грузчик Там Работает У него смена Он только грузит Раз Одну фуру Другую фуру Ё-моё Он есть Как слон Знаете Я еще заметил Гаишники Которые стоят На постах Там где-нибудь На трассе Там Особенно зимой Ветер дует Тара-та-та-та Они там ходят Все это Да они там придет Эту чашку пельмени Там съест Порции Пять сразу же И это для него нормально Потому что он Весь день На ветру Простоял Ветер как раз Вносит в его организм Вот эта сухость И холод Чтобы противостоять Этому Да надо как слон есть Понятно Да Все индивидуально Так Существует мнение Что после 18 Часов лучше не есть Вредно ли оно Это мнение Ну Ладно читаю Я уже сказал Свои так Это не совсем верно Есть разные заболевания Нервной системы Или Желудочно-кишечного тракта При которых нужно Принимать пищу Даже после этого времени Иначе это придет К стрессовому состоянию Я здесь согласен Согласен Но для большинства людей Для большинства людей Чтобы как раз Вот сохранить Здоровье В частности Здоровье Желудочно-кишечного тракта Потому что Опять-таки Согласно Биоритмам Он Активен В течение Дня Наибольшая активность Возникает В полдень Когда Солнышко В зените У нас как раз Агрион пищеварения Самый мощный Вот тогда И делается Самый Главный прием пищи И большой То есть Если мы с утра Там поели Где-то С С Семи Примерно До девяти Когда у нас Желудок Активен Немного Это не значит Что там Наедаться Далее Нам захочется Есть где-то там С часа до двух Или с двенадцати До двух Мы уже большой прием Пищи сделали И грубо говоря Придя с работы Мы там Немножечко покушали Все нормально Вроде бы нам Захочется кушать Часов в восемь Там в девять Ну можно просто Напрасно там Стакан кефира Выпить Или еще там Чая И все Чтобы как бы Снять это чувство Волода И мы с вами Ложимся спать Наш организм Отдыхает И пищеварение У нас Не так Активно работает Потому что Переваривать Особо нечего И плюс еще Смотрите Если мы наелись Вечером То Чисто Биологически У нас Энергии В органах Пищеварения Нету А надо Переваривать Вот тут и получается Что надо переварить Надо откуда-то Энергию взять Из организма Обесточить Те или иные Органы Которые в это время Там активны И вдобавок Организм работает Ну я вам уже сказал Вот просыпайся В час ночи Примерно Если ты там Колбаски Съел Копченый Особенно С хлебушка Там вкусно Да Там Не до помидор Не до салата Просто вкусно Хочется Это самое Подзагрузиться То в час В сердце Бухает Будто на тебе Пахали Вот такое чувство Поэтому Ну если Какие-то там Проблемы есть Ну возможно Их как-то решать А к 18 Часам Как раз У нас Заканчивается Активность Пищеварительных Органов Она заканчивается Еще раньше Просто мы уже Так сказать Дань даем Себе Какие продукты Вы категорически Исключаете Из рациона Спортсменов Мясные Копчености И энергетические Напитки Если ты В большом спорте Этого нельзя Ни в коем случае Смотри Мясные Копчености Почему Я только что Вам как раз Объяснил Заранее Они очень Долго Перевариваются Очень Долго Перевариваются И на их Переваривание Требуется Огромное количество Энергии То есть Спортсмен Это тот человек Который Как аккумулятор Зарядился Даже не как Аккумулятор А как Конденсатор И он во время Соревнований И там Тренировок Он выплескивает Эту энергию И потом Заряжается И поэтому Для заряда Должны быть Использоваться Такие продукты Которые Больше Дают Энергии Нежели Потребляют Мясные Продукты В основном Белковые Продукты Они До своего Переваривания Требуют Вначале Очень Много Энергии Существует Такое Понятие Как Специфическое Динамическое Действие Пищи Которые Которые Говорят Что Мясные Продукты При своем Усвоении И потреблении Вот Они 100% Энергии Вам Дают Так Из этих 100% Энергии Они у вас Могут Забрать 40% Энергии А то и Больше Примерно Если вы Потребляете Углеводы Такие Медленные Типа Каши То Они Как раз Вам Где-то Дадут Примерно Где-то 80-90% Энергии От 100 Которые Они могут Дать То есть Примерно 10-20% Энергии Пойдет Вот на Эти Реакции Специфического Динамического Действия Пищи Ну А Наименьше Всего Конечно Дает Сладости Мы пили Да и Все Там Сладкий Там Какой-то Напиток Фрукты Сладости Вот Они Дают Практически 100% Восполнение Энергии И Овощи И Овощи Еще Фрукты Овощи Они Минимум Забирают На свое Усвоение И Переваривание Но Больше всего Калорий Дает Грубо говоря Там Сало Жиры Ну Это Надо Тоже Все Это Переварить И Усвоить Так что Так что Выбирайте Лучше всего В качестве Использование Углеводов Должны Быть Вот Как раз Каши Желательно Цельные Каши Хорошенько Распаренные Та же Горечка Та же Перловка Так Энергические Напитки Энергические Напитки А Энергические Напитки Вот К чему Они Приводят Они Приводят Вроде Как Они И Дают Энергию Если Как я Сказал Вот эти Сладости Они Просто Резко Дают Нагрузку На То Чтобы Усвоиться То есть Большое Поступление Глюкозы В организм Требует Значит Организм Ее Мог Связать Для этого Выделил Там С поджелудочной Желези Откуда Там Выделяет Вот эти Все Эти Самые Якобы Инсулины Все Такое Прочее Чтобы И Успеть Это Все Усвоить Быстро Раз Пришло А Каши Как раз Медленно Нам дает Вот эти Все Эти Углеводики Мы Нормально Все Это Чувствуем А так Риск Того Что Мы Потреблением Сладких Напитков Вот Этими Быстрыми Этими Углеводами Которые Быстро Дает Глюкозу В Кров Значит Это Самое Изнашиваем Инсулярный Аппарат Организма Клетки Не успевают Это Все Потреблять И На Вот Этой Сладкой Грубо говоря Сладком Субстрате Размножаются Разного Рода Бактерии То Что Не успел Организм Усвоить Начинает Успевать Усвоивать Бактерии Как Вы Относитесь К тому Что Некоторые Желая Сбросить За день 1-2-3 Килограмма Пьют Мочегонно У Спортсменов И так Большая Нагрузка Во Время Тренировок Вымывается Значительное Количество Микроэлементов Принимать Еще какие-то препараты И усугублять Эти процессы Я считаю Неправильным Смотрите Вымывание Мочегонное Да Они там Сбрасывают Стимулируют Сброс воды Из организма Но все это Опять-таки Приводит К тому Что Вместе с водой Уходят Ценные Минеральные Вещества То есть Организм Теряет их Из-за того Что Не дополучаются Вот эти Минеральные Вещества Микроэлементы Возникают Разного рода Неполадки Там Ну В первую очередь Начинаются Там допустим Судороги Потом Более Какие-то Серьезные Проблемы Организм Вообще Становится Более Суше Ну Что касается Спортсменов То действительно У них Там Спотом Много Выходит Всего Поэтому Вот как раз Желательно Использовать И рекомендуют Им Использовать Различные Минеральные Добавки Для того Чтобы все У них Там Нормально Было Не было Никаких Ни судорогах Ни прочих Каких-то Там Отклонений Но Это все Это все Допустим Можно Решить Чтобы Смотрите Какие Вещества Использовать Для того Чтобы пополнять Минеральный Состав Организма Я считаю Это Ламинария Морская Капуста Ламинария Это водоросль Морская Она растет В море В морской В воде Растворены Практически Все Минеральные Вещества И соли Которые Имеются На планете Земля Ламинария Их Все это Берет И вот Вы покупаете Сухую Эту самую Ламинария Корневища Или там Может они Слегка Перемелены Перемолотые Вы еще Дополнительно Перемолите И будете Подсаливать Как раз Это будет Микроэлементная Добавочка То есть Вот Такая Хорошая Рекомендация Я Благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Кандала